Мне, по чести говоря, очень интересно поговорить с Максимом, потому что я столько раз пытался с ним встретиться во время своих визитов в Кремниевую долину, и у меня не получалось. А мне все говорили, тут Нагадков, здесь тот самый Нагадков, он делает какой-то стартап. Ну, в общем, пять лет-то прошло, стартапа нет, но все равно. Слушай, он настолько крут, он настолько круто взлетел в свое время, он настолько круто приземлился после этого, что, в общем, теперь можно всю оставшуюся жизнь делать все, что угодно, булочную открывать, и это все равно будет интересно, и вся долина будет об этом рассказывать, и нам с тобой будет хотеться с ним побеседовать, так считаешь, нам все им повезло, хотя бы по Зуму, но все-таки поговорим. Ну да, банкрот и не банкрот, это мы в дождливой Москве, а он Майами. Там тридцатка. Всем привет! Я Максим Нагадков, основатель компании Связной, франшизы Пандоры, арт-парка Никола Ленивец и ряд других проектов. Последние пять лет я живу в Америке, буду рад поделиться с вами всем, что интересно. Привет на канале 1С Битрис для бизнеса, здесь первый миллион шоу о первичном накоплении напитала. С вами Денис Самсонов, Павел Кушелев и наш гость из Майами, которого даже представлять, наверное, не буду, и так все знают, Максим Нагадков. Максим, добрый день! Добрый день! Максим, наши сегодняшние вопросы, не все, но их значительная часть, будут так или иначе вертеться вокруг банкротства группы Связной. Насколько эта тема сейчас для вас болезненная? Вообще, сколько времени должно пройти, чтобы начать к такому событию в своей биографии, относиться уже спокойно и как-то отстраненно? Вообще считается, в восточной философии считается 7 лет такой период переходный, который обычно случается у многих людей в жизни, по крайней мере у меня. А по поводу болезненности, для меня это событие, наверное, одно из лучших в жизни. Но одно из трех лучших в жизни. Оно как бы такое, знаете, смешанное вкусами. Оно и болезненное, и вкусное, и полезное, и болезненное, и острое, и сладкое. Очень разное. Ну, это очень похоже на знаменитую речь Джобса, я не знаю, на выпуске в каком-то колледже, где он сказал, что чуть ли не лучшая вещь в его жизни, когда его выгнали из Эпла. Интересно, да. Я как-то подзабыл немножко про это. Ну, хорошо. Если мы подзабыли, мы еще напомним. Мы еще вернемся сегодня к этой теме. Давайте отмотаем назад и начнем с нашей любимой темы, с чего все началось. Я правильно понимаю, что все началось в общаге Бауманского университета? Я никогда не жил в общаге. Я жил с родителями, в 18 лет жил самостоятельно. И у меня просто были первые партнеры и сотрудники. Это ребята, с которыми я вместе учился в Бауманском на программирование. Но мы не жили вместе. Я видел фотографию, кажется, она была приурочена к юбилею группы «Связной», где стоит «Газель», и в «Газеле» сидите вы и продаете коробки с телефонами. Когда это было снято, много ли телефонов вам удалось продать из кузова? Ну, это уже был прогресс. Это уже было через пару лет, потому что начинал я со столика. А «Газель» это было уже, наверное, в 95-м году на «Горбушке». И это уже был большой шаг вперед. Меня всегда занимает, что отличает тех, кто делает вот этот гигантский шаг для одного бизнеса от столика до «Газели», а тех, кто так и остается на уровне столиков. Вот прямо сейчас какие-нибудь предприимчивые ребята, возможно, студенты Балуманского, сидят за столиками на «Горбушке» и мечтают уже через два года продавать с «Газели». Что вы им посоветуете? Какие секреты успеха от Максима Ногаткова? Ну, самое-самое простое – просто не сдаваться. Просто упорство. И даже если кажется, что стена или барьер непреодолимы, страшно, ну, как бы бороться со своими страхами, то есть принимать их, трансформировать эти страхи, идти в эти страхи, уметь работать со страхами, использовать свое упорство. А чего вы боялись в 95-м году, когда сидели на «Горбушке» за столиком с телефонами? В то время боялся бандитов на лобовой. У меня было удостоверение охранника. Я ходил с боевым пистолетом, ВИШ-71, ходил в тир, учился стрелять. Было много достаточно разных страхов в то время. Боялся того, что профессия торговца непрестижна и временна. Считал, что мне нужно быть инженером, программистом, и это обеспечит мне сытую и довольную старость. И мне это было интересно в тот момент, в том числе. И страха было много. Отмотай, отмотай в этом месте. Страшно интересный момент. Он рассказывает, что ходил с пистолетом. Я совершенно не представляю ноготкового вообще, особенно нынешнего, которого мы сегодня увидели в ходе интервью, с пистолетом в кармане, готового этот наган применить. Как тебе это кажется? Слушай, вот не верится, что у него там был пистолет. Я уж не знаю, как он его носил. Наверное, с выпученными глазами и с ощущениями... Ча! Ну, не верится. А у меня другое ощущение. У меня ощущение, что мы все-таки не до конца понимаем ноготкового. Ну, по крайней мере, того ноготкового, каким он был, когда создавал этот бизнес. Что-то в нем есть глубоко-глубоко, что он не очень показывает. Я, наверное, объясню, откуда вопрос про общагу. Потому что, во-первых, эта тема у нас в нескольких выпусках с людьми приблизительно вашего возраста уже звучала. И такое впечатление, что в Москве этот бизнес начинался вокруг сборки телевизоров, горизонт, распайки ООНов, с которых вы чуть ли не начинали, я так понимаю, с продажи. Еще что-то. И вот такое впечатление, что это была такая точка кипения. Поэтому мы спрашивали, действительно бизнес ноготкового начинался с ООНов? Так это? Я все время что-то делал, и мне все время не хватало денег. Я пытался их заработать разными способами. Начиная с 9 лет, это был сбор бутылок и амкулатуры. В 12 лет это была продажа компьютерных программ. В 14 лет это была сначала продажа ООНов, потом производство. В 16 лет это были калькуляторы. А в 18 лет, собственно, дата основания компании считается 9 октября 1995 года. В 18 лет это уже были телефоны, персональная электроника. То есть это было все постепенно очень. А раз вы сами стояли, в том числе, около той газели или грузовичка, я уж не знаю. Я просто помню, я в то же время был и на горбушке, и на митинском рынке. И вот эти вот крики, телевизоры-мелевизоры, телефоны-мелефоны. Вы помните, у вас был какой-то слоган? У меня не было слогана, но у нас... У меня был смешной маркетинговый первый опыт на рижском радиорынке. На рижском рынке электроники. И у нас был там контейнер, с которым продавали разную электронику. И я для того, чтобы привлечь внимание, чтобы людям это запомнилось, повесил на него анатомические огромные уши. И, в принципе, это сработало. Контейнер с ушами? Да, контейнер, да, такой ушастый контейнер был. И все говорили, надо к Ноготкову в ушастый идти или что, как? Ну, Ноготков тогда не был брендом, а просто был бренд ушастый контейнер. Максим, а вы умеете продавать? Любите это дело? Вам давалось легко? Да, да, я любил продавать. Давалось легко. Сейчас чуть-чуть скучновато, просто потому что... Ну, как-то я много этим уже занимался. Мне, в принципе, жанр понятен. То есть я больше интересуюсь другими вещами. Но профессия в руках еще есть? Ну, конечно, да. То есть если жизнь заставит, вы можете в Best Buy зайти и, в общем, нормально справиться с этим делом? Да, я думаю, что я буду продавцом в месяц. Каким образом вы финансировали свой первоначальный рост? Это вопрос, который нам чаще всего задают в комментариях наши зрители. Ну, все понятно, все эти истории красивые, но где взять деньги для того, чтобы вырасти из столика до «Газели», а потом из «Газели» до сети магазинов? Каким образом вам это удалось? Ну, первый опыт был... Я помню первый опыт именно с телефонами, с определителем номера. Я просто понял, что их можно покупать и продавать через изрук руки, зарабатывая там 20-30%. Я попросил деньги у отца на то, чтобы это делать. Мне было 14 лет. Отец деньги мне не дал. У меня был друг школьный, очень близкий, который только что купил определитель номера, и которому он был не нужен. Я ему предложил его продать и какое-то время этими деньгами попользоваться. Ну, вот с этого, собственно, все началось. А потом просто ты мало тратишь на себя, ешь сникерсы, накапливаешь деньги и все реинвестируешь. Простите, пожалуйста, Максим, вы сказали, что драйвером всего этого дела являлось то, что вам никогда все время не хватало денег. А что за нужды у школьника, и тем более, что он на себя особенно не тратил, потому что он все вкладывал. Что? В чем нужда? Движуха? Быть центром каким-то? Это тот самый ноготков, у которого и сникерсы, и сотки, или что там, I love you, или еще что там, может быть, джинсы какие-то есть. Что было главной движущей силой-то? Зачем это нужно было? В детстве просто хотелось. Хотелось марок. Я сколлекционировал марки, когда мне было лет 9, я их собирал. А родителей на это денег не было, или они мне их не хотели давать. А марки я хотел. Потом мне нужны были аудиокассеты, или видеокассеты, я любил музыку. Тоже я не мог это получить от моих родителей, поэтому я стал зарабатывать. Потом это был какой-то вызов, то есть мне хотелось стать миллионером 20 лет, мне просто захотелось в это поиграть. То есть я поставил себе такую цель, и я как-то... Мне было интересно, справлюсь или нет. Разные были мотивы на разных стадиях жизни. А филателистика-то осталась с вами? Таскаете с собой кляссеры? Нет, это все умерло лет в 10 или в 11. Мне перестало это быть интересно. Максим, есть ли какой-то момент, когда вы поняли, что рынки и продажа с «Газели» остались за спиной, и весь этот плац конкуренции, и вся эта история, может быть, с уличным бандитизмом осталась за спиной, и вы вышли на новый уровень, в новые слои бизнес-атмосферы? У меня был такой очень большой барьер и много страхов выходить за пределы рынков. Это было где-то в 2000-2001 году, потому что на рынках у тебя есть поток покупателей, которые не ты организовываешь, которые к тебе приходят, а собственные магазины требовали создания бренда, маркетинга своего потока. И у меня был очень большой страх. Мне было очень сложно выйти за границы рынков. И первым выходом было… Вот первым таким пробным шаром я просто решил купить 6 магазинов, которые были… Они назывались «Артекс» тогда. И я решил попробовать на этих магазинах потестировать, как это работает. Эти магазины не зарабатывали деньги, теряли их даже скорее. Но это был какой-то опыт такой, когда пробуешь воду, и потом постепенно мы постепенно получили уверенность, что можно это делать, что мы умеем это делать. А как они назывались, магазины? Не было связного еще? Ушастые? Они назывались «Артекс» тогда, кажется. Связного еще не было. Связной был запущен в апреле 2002 года. А начали мы экспериментировать с выходом за пределы рынка где-то в 2000-м. То есть где-то за год, за два до запуска Связного. В какой момент вы стали миллионером? Мечта заработать миллион в 20 лет, она воплотилась? Да, она воплотилась. Я этим горжусь. В то время, если отмотать назад, с учетом того, что программист тогда зарабатывал 300 долларов, это как сейчас, не знаю, миллионы в 40 долларов. Вы купили себе много марок? Я купил себе «Фиат» «Браво», потом «Альфа-Ромео», потом «Мазерати». Ну, в общем, я покупал себе даже какие-то другие дружки. Итальянские машины. Ну, в общем, да, на них можно потратить и миллионы, два, и не только на покупку, но и на ремонт. Я был в вашем офисе примерно в середине 2000-х годов. Это было, когда вы сидели в центре международной торговли. Я не путаю, да? Да, да, все правильно. И меня тогда поразило то, что вы занимали целый этаж, и когда ты выходишь на этот этаж, тебя встречают мужчины с автоматами Калашникова. Это было настолько жестко в то время? Нет, я, честно говоря, не помню этого. У нас была охрана какая-то, там было два или три человека. Но, в принципе, вся история с бандитизмом, она закончилась для меня где-то году в 97-м, наверное. В 97-м был последний, но такой очень неприятный случай с вооруженным ограблением, стрельбой. Но после 97-го года уже это не требовалось. Вы умели говорить с этими людьми, объясняться на их языке, в их понятиях? Я не знаю. У меня было два или три таких разговора. Я разговаривал на своем языке. Суть разговора была в том, что мне неинтересны их предложения. Вот, в принципе, и все. Мне не приходилось переходить на их язык. Но это язык войны. И я так понимаю, что война-то, она может быть не только с бандитами, или как угодно их назови, но и в бизнесе, которым вы занимались. И, в общем, 2010-й довольно далеко отстоит от 97-го. Но тогда ваш связной вполне себе участвовал в войне с организацией господина Чичваркина, который теперь тоже смотрит на российские дела из-за границы. Говорят, вы подружились после этого даже? Ну, мы дружили всегда с ним. Мы всегда дружили с Женей. И когда были в России, мы конкурировали с Женей. Воевать мы начали после того, как Женя ушел, и компания стала принадлежать операторам. И у нее появились большие глубокие карманы и новый менеджмент. И у нас действительно был период, когда мы прям воевали. Ну, воевали как? Экономически. То есть в один день мы на 3300 договоров аренды, а наши арендодатели получили предложение поступить Евросети за большие деньги. Евросеть в это вложила больше 200 миллионов долларов. А что для нас на тот момент было очень таким тяжелым, неподъемным. То есть нам, чтобы от этого отбиться, пришлось потратить 120 миллионов долларов. И после этого в какой-то момент акционеры, видимо, Евросети решили, что это того не стоит. И война эта закончилась где-то через год после начала. А где границы между войной и просто жесткой конкуренцией? В мотиве человека, который стартует. А и почему у нас не было, наверное, войны с Женей? И почему была дружба? Потому что и он, и я хотели создавать что-то новое, созидать каждый по-своему в своем... Какой-то свой новый мир. А война возникает, когда тебе хочется не созидать, а когда тебе хочется забрать у другого человека что-то. И вот это было основным мотивом менеджмента Евросети, поэтому это превратилось в войну. Скажите, может быть, это все-таки на вашем уровне был какой-то дружеский шахматный матч или партия? А на уровне менеджмента это воспринималось по-другому. Я знаю, что в связном, по крайней мере, в маркетинге, значит, ваших конкурентов называли сектой желтой собаки. Ну, то есть, это принятое было вполне себе такое... И я даже боюсь представить, как у Чичваркина могли вас называть. Там, наверное, еще более красочно. То есть, в общем, не очень-то похоже прямо на дружбу и поцелуи в десна. Ну, дело в том, что, во-первых, желтая собака появилась уже после ухода Женя. То есть, это после ребрендинга и после ухода Женя. Во-вторых, я, честно говоря, про это не знаю. Для меня это свежая, очень интересная информация. Я бы, честно говоря, несмотря на войну, все равно бы относился к агрессорам абсолютно ровно и спокойно. Я бы не стал как-то на какие-то руки на них навешивать. Вот. Но, видимо, люди ближе к линии фронта не удержались. Максим, вот в этот период роста мы же все понимаем, что когда ритейл-сеть экспоненциально растет, о прибыли речи не идет. Все идет в развитии. И даже, скорее, речь идет о привлечении внешнего финансирования. Откуда в этот момент у Максима Нагадкова появлялись деньги на кредитные карточки? Ну, во-первых, мы развивались более консервативно, чем Евросеть. До где-то 2011 года. И мы все время развивались, зарабатывая деньги из прибыли. То есть у нас в момент кризиса 2008 года так получилось, что чистый долг был... То есть у нас был кэш миллионов сорок, наверное. У нас был позитивный чистый долг, по-моему, на 31 декабря 2008 года, если я правильно помню. У Евросети был долг миллионов 900 долларов в этот момент, в сентябре 2008 года. Поэтому мы шли медленнее, чем Евросеть, более консервативно, а более качественно с нашей точки зрения. И в итоге, мне кажется, эта стратегия оказалась более правильной. Я не спорю про правильную стратегию. Просто меня простой бытовой вопрос занимает. Это была часть прибыли, дивиденды или зарплата президента? Каким образом это оформлялось? Это была зарплата. Я не помню, что мы... Может быть и дивиденды тоже. Я, честно говоря, уже не помню инструмента этого. Но мне всегда хватало денег. Я после того, как заработал миллион, я не думал о деньгах. То есть я в следующий раз про них подумал, когда обанкротился. До этого у меня как-то деньги находил в тумбочке. Спрашивать про уровень этой зарплаты, наверное, бессмысленно, раз вы их не считали. Почему? Она как-то росла вместе с ростом организации. На пике это было пару миллионов долларов в год. Давайте подойдем к 2014 году, к моменту банкротства группы компаний. Есть ли момент, о котором вы вспоминаете, и думаете, что вот именно здесь все пошло не так, и на самом деле был шанс развернуть событие в другую сторону, который был упущен? Да, я помню этот момент. Я ехал с одним из кредиторов в лифте, я почувствовал, что между нами нет связи, контакта, эмпатии. Я почувствовал холод от человека. Я понял, что что-то не так, и ситуация, видимо, пойдет в другую сторону. В этот момент еще можно было что-то изменить? Всегда можно что-то изменить. Другой вопрос, что надо ли было. Интересный для меня момент. Вы всегда полагаете на инсайт, на какое-то ощущение при принятии бизнес-решений? Я стараюсь думать, как рекомендует Дэниел Кеннеман в своей книжке «Think fast and slow» по-английски она называется. То есть есть интуитивное решение, оно очень быстрое, и оно должно быть «да». Есть более долгое решение, оно логическое, и оно тоже должно быть «да». То есть в идеале должно быть два «да». Реально в жизни я довольно часто шел на компромиссы, почти всегда об этом жилем. Прошу прощения. В первую очередь вашим бизнесом, насколько я понимаю, тогда уже любимым дитя был связной банк. Но при этом основой, ядром, была по-прежнему ритейлерская сеть связного. И такое впечатление, что к продаже вот этих вот телефонов и электроники вы потеряли полностью интерес года, наверное, за полтора, как минимум, до всего этого происходящего. Потому что я разговаривал с людьми, которые работали в то время у вас, и у них создавалось впечатление, что вы космонавт такой. Значит, вот человек прилетает, не вредный, хороший, но вот космонавт, он где-то обитает, у них есть вот свои командиры, куда-то они бегут, не видно, чтобы он этих командиров как-то понукал, еще что-то. Вот иногда с орбиты возвращается, а потом улетает. И такое впечатление, что полководцы еще немножечко этого космонавта обжуливают, пока он залетает на Землю. Пытаются заставить его вложить куда-то, неизвестно куда, еще что-то. Потихонечку расхищают фураж. Это вопрос у тебя нет? Ну, смотрите, я потерял интерес к продаже телефонов в 2004 году. У меня ушло 3 года, чтобы выстроить систему, чтобы она могла работать без меня. В 2007 году, в апреле, генеральным директором компании «Связной» стал Денис Левковский. Еще год после этого я сидел в соседнем кабинете и мешал ему работать. А в 2008 году он меня попросил удалиться из офиса и не мешать ему работать. Я перешел в позицию председателя совета директоров «Связнула». И был в этой позиции. В рамках этого мы встречались, не знаю, раз в месяц и обсуждали в течение целого дня разные важные вещи. Я ушел с позиции, мне и это в какой-то момент надоело, и я где-то года за полтора, за два ушел с позиции представителя совета директоров «Связнула». И эту позицию занял Денис. У меня было порядка 12-13 разных проектов, которые мне были на тот момент интересны, которые вызывали у меня любопытство. И у меня основное время и ресурсы, силы уходили на вещи, не связанные со «Связной». А по поводу того, что что-то могло происходить так или не так связанным. Я смотрел на цифры, эти цифры мы аудировали, меня эти цифры устраивали, они были выше цифр по индустрии и по рынку. Мы на 30% опережали Евросеть, начиная где-то с 2010-2011 года. И, в принципе, вдаваться в какие-то детали мне было просто неинтересно. про деталь. Мы с Павлом, готовясь к этому интервью, побеседовали с несколькими людьми, которые работали в 10-е годы в «Энтере» и в «Связном». И все говорят про высокий уровень воровства в обоих структурах. Вы знали об этом? Или, возможно, это неправда? Может быть, эти люди говорят не совсем то, что было на самом деле? Вы знаете, я думаю, что это зависит от того, по каким меркам вы это меряете и относительно чего вы сравниваете. Дело в том, что, к сожалению, болезнь российской культуры и, разговаривая с ритейлерами в Америке, здесь уровень воровства раз 10 ниже, чем в России. В России просто, к сожалению, из-за 70 лет советской власти до этого еще нескольких сотен лет припасного права у людей немножко забито энергетикой и сознание, и они вместо того, чтобы заявлять о своих потребностях в явном виде и требовать или просить или предлагать повысить им зарплату в два, три, четыре, пять раз они начинают воровать. Это, к сожалению, проблема культуры российской, которая, я надеюсь, постепенно меняется вместе с новым поколением, я попал на время, когда эта проблема была очень острая. Максим, а раз эта проблема была острой и вы были осведомлены, вы, как бизнес-человек, должны были закладывать это. Скажите мне, сколько на воровство у Сушку и у Труски в бизнес-плане? 5%, 10%, 15%, сколько? А, ноль. Просто это скрытое же воровство, то есть это люди, которые подставляют свой товар в магазине, это люди, которые покупают товар у посредников, договорившись с ними в откатах. Это все скрытое воровство, поэтому у нас была достаточно большая служба безопасности, большой бюджет на это, там, больше 100 человек. Мы периодически ловились по личному, увольняли, там, не знаю, в том числе, например, директора по маркетингу с кэшем в его кабинете. Вот, но эту проблему искоренить полностью в мою бытность не удалось. У вас какой-то есть рецепт борьбы с воровством в ритейле, ну или, наверное, просто борьбы с воровством, которым вы могли бы поделиться? Ну, это классический, это оперативно-розыскная деятельность. То есть, это, в принципе, то, чем занимается милиция, просто в каждой компании должна быть такая служба, это первое. Второе, это место, которое люди боятся потерять, это более высокие зарплаты, это корпоративная культура в целом, которая поддерживает коллективный результат и нацеленность на коллективный результат, это взаимозависимость людей друг от друга. Это второе. Третье, это, наверное, финансовый контроль и аудит. Финансовый контроль и аудит, такой регулярный и постоянный поиск, где еще можно что-то заработать. А вот тут у меня к нему вопросы все-таки остались, невзирая на его ответы. Помнишь, у Генри есть замечательная фраза, что ни один трест не может быть разрушен снаружи, каждый трест лопается изнутри, и я думаю, что внутренние причины банкротства группы связной, они были более значимы, чем те шесть внешних факторов, которые он любит перечислять, и в каждом интервью ты их можешь услышать. Да, конечно, очевидно, что он к основному бизнесу охладел, ему хотелось чего-то другого, и там просто работали наемные люди, хорошие, плохие, но наемные, и они занимались чем-то своим, а он для них был, я не знаю, пришельцем из Воздусьей, вот они и наделали ему чего-то. Я бы сказал, что мы тут видим пример роли личности в истории, ну, действительно, судя по всему, связной был компанией имени Ноготковой, как только он стал ему неинтересен, все начало сыпаться. Ну, вероятнее всего. Максим, а расскажите мне, пожалуйста, когда уже вы явно потеряли интерес, как вы сами сказали, к основному бизнесу, у вас появилось очень много направлений, не связанных с ними. Одно из них прямо дивное, это Йополис или Яполис. Уж больно название, конечно, удивительно, это реально часть обязанностей, которые на вас были возложены в рамках вашей околополитической деятельности, или вы что-то хотели сказать миру вот этим словом ЙО или буквой? ЙО это было от слова your, я давно знаю английский, это было твой город, это было от слова твой город, но оно было немножко игривым, чтобы не напоминать единую Россию. Это был зов сердца, у меня это был проект, на который я потратил 10 миллионов своих денег, он никак не был связан ни с какими моими политическими амбициями, интересами. У меня просто есть внутренняя потребность чувствовать открытость отношений между людьми, чувствовать единство и чувствовать какую-то вовлеченность людей в общее дело, и поэтому я сделал платформу для гражданских активистов, чтобы люди могли выходить за пределы своих, для того, чтобы они свои интересы понимали шире, чем свою личную квартиру, и могли вот этот интерес общего, ну, общего политического в том контексте дела реализовывать. Я прошу прощения, грубый вопрос уточнения, то есть Йополис это не про Йомобиль вообще? Не связано никак. Йо, там не было буквы Йо, у меня же была Игрек и О, но в принципе навеяло, наверное, навеяло. Не, у нас английское было название. Да, что я хотел сказать еще, а я еще хотел сказать, что мне очень хотелось сделать, у меня была такая тяга к доверию, правде, чистоте. Я очень хотел правильно понимать, там, за Путина 60% людей, или 62, или 80, или сколько их вообще. Мне очень хотелось сделать платформу, которая прозрачно умеет считать голоса, и мы притащили тогда для ее партнером Йополиса была компания, которая, Сайтл, которая делает 70% электронных голосований в мире, и мне очень хотелось сделать прозрачные выборы. По крайней мере, понимать для себя, что на самом деле происходит. Мы уже сказали про то, что у вас в десятые годы сложилось сложное и не до конца понятное для старального наблюдателя, вот для меня, например, структура в группе связной, там и банк, и ювелирные ритейлы, и общественные инициативы, такое впечатление, что вы строили что-то очень красивое и интересное, но просто не успели достроить. Если представить в жанре альтернативные истории, что вам удалось пройти эту сложную ситуацию, во что бы превратилась группа связной под вашим руководством к сегодняшнему дню? Это было бы очень похоже на Алибабу, либо Амазон, только в ней не было бы клауд-сервисов, то есть не было бы того, что Амазон называется AWS, а в принципе направление было туда и направление было сделать крупнейший розничный проект, если мы говорим о комбинации банка, энтера и связного, вот этих трех элементов, то только мы в связи с российской спецификой, из-за того, что мы начинали немножко рано, из-за того, что в России плохая была логистика, еще только начинались смартфоны, мы делали Unichannel, то есть мы делали гибрид между физическим присутствием и онлайн присутствием, а не чистым в виде онлайн, то есть в этом была разница стратегий, а так они были в принципе похожи вот на эти две компании. Социальные проекты спонсорские проекты, такие как E-Police и любимый нами всеми Николай Ленивец, они как-то вплетались в общую структуру? Нет, это были мои личные хобби, другие партнеры, они хотели, ну и я не предлагал им в них участвовать, это моя личная игрушка. А раз это ваши личные игрушки, имеется в виду Николай Ленивец, и чисто внешне это конечно очень-очень похоже на Burning Man в каком-то смысле, и вы жили пять лет в Silicon Valley, я к моему большому сожалению с вами там не встретился, не поговорил, но неважно, хоть раз на Burning Man доехали, потому что очевидно, что тусовались с теми русскими и нерусскими, которые там были много раз. Я, наверное, вернусь в долину, я просто оттуда уехал, потому что пока коронавирус, там нечего делать особо, вот, но я, наверное, вернусь туда. И на Burning Man сразу? На Burning Man я был в 2016 году, мне там очень понравилось. Никола Ленивец похож на Burning Man, и российская команда Burning Man делала у нас тоже какие-то мероприятия. Есть некоторая, была некоторая разница, но довольно большая разница. Мы что-то среднее между арт-парком и Burning Man. То есть у нас не было той радикальной, например, такой гифтинг, калчур, как на Burning Man. У нас не было безумных нарядов людей, у нас вовлечение людей было ограничено профессиональными современными художниками и архитекторами. То есть есть, у нас был такой очень зажатый, я бы сказал, Burning Man, курируемый Burning Man. Но в этом плане он соответствовал, опять же, вот этой зажатости российской культуры, и в этом смысле для России он был таким же воздухом, каким Burning Man является для Америки. Ну, там воздухом являются еще и наркотики, я думаю, что это невозможно просто в России. А скажите мне, пожалуйста, с каким лагерем вы ездили на Burning Man? Что у вас там в лагере были? Что там, какой-нибудь арт-кар замечательный или что, вы там цирк привезли, бар? Может быть, фотографии есть ноготков на Burning Man некрасивые, мы покажем? А, ну, где-то есть, я просто сам не делаю обычно фотографии, но меня кто-то фотографировал. Я был, мы делали лагерь с шаманами, мы делали лагерь шамандом на Burning Man и мы лечили людей. Закрывая тему с банкротством, личные финансы и корпоративное банкротство, ваш совет предпринимателям, нужно ли им, управляя своими личными деньгами, иметь в виду возможность того, что бизнес, которым они сейчас владеют и управляют, рухнут и иметь какие-то резервы на этот случай? Ну, я бы советовал, если это возможно, просто это довольно часто нам на этапе малого и среднего бизнеса невозможно, особенно в российских реалиях, требуется поручительство личное, чтобы брать кредиты и развиваться. всегда баланс между теми рисками, которые ты берешь и той скоростью, с которой ты хочешь развиваться. И вот этот баланс риска и скорости, он индивидуален для каждого человека, и мне кажется, просто важна осознанность. на что человек идет, что он выбирает. Люди, которые идут в стартапы в Америке, фаундерами стартапов, проценты гибели 95%. То есть человек, который идет на это, он просто должен знать и понимать, что у него 5% шансов на успех, и он должен понимать, какой у него есть запас денег и поддержки семьи, поддержки семьи на то, чтобы в это ввязываться. Максим, как раз продолжение вашего такого поворота про подушку. пять лет вы прожили, ну, около пяти, да, в Силикон Вэлли, менторствовали, там, еще какими-то консультациями занимались, но в первую очередь, по крайней мере, всем говорили, что у вас несколько своих проектов. Один из которых должен был, насколько я понимаю, был стартовать в восемнадцатом, потом в девятнадцатом, и если я правильно понимаю, то это некая локальная соцсеть, которая как раз-таки чуть ли не закрылась. Вот попала в те самые девяносто пять процентов, или нет? Ну, да, я как бы, я приехал в долину с этой мыслью, с этой идеей. А что за идея? Расскажите поподробнее. Ну, была идея на базе того, что мы делали в Йополе, сделать соседскую социальную сеть, похожую на Nextdoor, проект в Америке, только более ориентированную на мессенджеры и более ориентированную на фотографию, на такой, на больше на социальный контент. Вот, и я приехал в долину поискать на него деньги, поднять на него деньги и вообще его развивать. Я довольно быстро понял, что это не нужно в Америке, и я перестал этим заниматься где-то в апреле, ну, то есть, через 9 месяцев, после того, как я приехал, в апреле 2016 года я перестал этим заниматься. Ага, тогда, значит, есть еще какие-то проекты? Ну, есть еще темы разные, в которых я участвую, есть ювелирная тема, в которой я участвую, есть клуб инвесторов в устойчивое развитие, в котором я участвую, есть у меня, собственно, есть проект, в котором я два года продумывал и делал, там, не знаю, брендинги, презентации, все остальное, но пока положил на полку, потому что решил, что я недостаточно созрел, недостаточно внутри готов его делать. Я участвую в разных, в разных темах, очень хочу, очень хочу тот проект, который я задумал, тоже реализовать. Вы уже начали зарабатывать в Америке или вы пока тратите так? У меня еще незакончено российское банкротство, оно какие-то, длится какие-то невероятные сроки уже три года, это просто какая-то фантастика, вот, поэтому я еще нахожусь в таком сдержанном состоянии. Вы не можете начать полноценно зарабатывать в Америке или не можете откровенно об этом рассказывать? И то, и другое. Насколько ваш опыт супер-предпринимателя в России оказался применим в Соединенных Штатах? Ну, абсолютно, абсолютно применим, здесь, в принципе, те же люди, они так же, какают и писают, тоже хотят любви и счастья разных игрушек. В принципе, все то же самое. Есть нюансы, что-то легче, что-то сложнее. Легче в смысле прозрачности и уплаты большим количеством людей налогов, и в этом смысле отсутствие такой нечестной конкуренции. а сложнее в том, что гораздо выше уровень этой конкуренции, гораздо больше талантливых людей, предпринимателей гораздо больше, как процент от населения. Все-все вместе. Вы знакомы, наверное, хорошо знакомы с русским комьюнити в долине. Насколько это русское сообщество успешно, ну, например, по сравнению с другими диаспорами в области технологического бизнеса? Где-то процента три людей в долине. Это порядка 300 тысяч человек выходцы из бывшего Советского Союза или России. В этом комьюнити, я думаю, процент предпринимателей не меньше, а скорее больше, чем в других комьюнити. Особенно в волне людей, которая приехала после крымских завоеваний. Поэтому очень здоровая, очень активная талантливая комьюнити. В одном из интервью вы говорили, что, собственно, ваш приезд в Silicon Valley был обусловлен тем, что вы познакомились с ребятами, которые уже там живут. Действительно ли это так? И не пожалели ли, что приехали туда? Все-таки я там много раз был, понимаю, что это очень дорого, это, конечно, деревня, но очень красиво, конечно, и очень хай-течно. я безумно рад, что я там оказался, мне там очень хорошо. Моя им, правда, еще лучше последние несколько месяцев. Я немножко по-другому описываю это место. Это место с огромной концентрацией талантливых людей, это скорее такой академгородок в Геленджике. то есть это океан, это огромные леса, это отсутствие какого-то давления небоскребов, как в Москве или в Нью-Йорке. Но основное, конечно, это очень большая концентрация ученых и предпринимателей на квадратный метр. и очень-очень мало женщин, как ни странно. Да, женщин лучше своих туда везти. Кошмар. Простите, пожалуйста, еще так мы вас видим на фоне облаков, на фоне неба, божий человек просто, и говорит очень спокойно, очень так вот рассудительно, в таком, находясь практически в дзене. Скажите мне, пожалуйста, это средство справиться с проблемами, такой в своем роде посттравматический синдром, или вот вы всегда были немножко в облаках такой? Ну, вы знаете, я раньше, я всегда был в облаках, и был, наверное, всегда таким очень романтичным. Я сейчас немножко приземлился, это на самом деле мне помогает, помогает быть спокойным. Я не знаю, это, знаешь, это, скорее, долгие годы тренировок. Вы сказали в самом начале нашей беседы о том, что ваше банкротство было одним из самых, ну, если не счастливых, то значимых событий в вашей жизни. Какой позитив вы оттуда взяли, чему вы научились? Я научился эмпатии. Дело в том, что ты, когда ползешь наверх, и очень часто приниматели, и у меня, по крайней мере, ты лезешь на вершину горы, чтобы ни от кого не зависеть, быть абсолютно свободным и быть очень сильным. И у меня произошло закрытие эмпатии, закрытие каких-то контактов с миром, открытости. Я стал себя чувствовать выше других людей по каким-то причинам. И мне потребовалось полное разрушение моего предыдущего каркаса для того, чтобы переосмыслить свое отношение к другим людям, к себе и к миру. Это ваши собственные мысли на сто процентов, или есть кто-то, кто помогает вам сейчас и, возможно, в эти годы? Мне обычно помогают сложные партнеры. То есть спасибо братьям Малисам? В том числе, да. Очень сложные партнеры. Я не был знаком с Малисами. Сложные партнеры, более близкие люди. То есть это жена, это партнеры какие-то по бизнесу, какие-то люди, ну, то есть это люди, с которыми у вас гораздо больше, с которыми у меня гораздо больше трения, трения, больше конфликтов, больше непонимания, больше всего помогают такие ситуации, такие инструменты. Ну, и мне, конечно, вот очень пришелся этот момент, где ты спрашиваешь у него, какие уроки он вынес из своего банкротства, и он сказал, что он там, типа, стал сильнее, лучше, еще что-то. И вот точную кальку я видел в каком-то интервью, где он сказал, что самое лучшее из человека вынимает такие события, как банкротство, увольнение, и тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, онкология. Прямо точная копия, калька. Я уверен с высказывания Стивена Джобса, который, когда-то выступая перед выпускниками, что ли, говорил, что лучшее в его жизни это увольнение из Эппо. Не соглашусь с уважаемым коллегой, все-таки Ноготков русский человек и мыслит в рамках русской культуры, но это классика по Достоевскому, перестрадать надо. Я думаю, что все корни Ноготкова, они здесь, в этой почве и в этой русской литературе. Простите, пожалуйста, в вашей речи очень много терминологии, я не знаю, не религиозной, конечно, но какой-то вот лайф-сайенс, я даже не знаю, современной философии, хиппи-не-хиппи, бог его ведает. Вы там медитируете, не ездите на ретриты какие-нибудь, может, у вас учитель есть правильный? А, ну, вообще, долина это такое место намоленное, там 16 буддийских монастырей только вокруг долины, и, в принципе, такой Бернингмен это секта по большому счету, поэтому, конечно, повлияло, но все-таки я стараюсь учиться, я иногда езжу на ретриты, но, может быть, раз в пару лет я это делаю, больше, наверное, я читаю что-то, но мне больше всего помогает самоанализ, мне больше всего помогает такое заглядывание внутрь себя, замечание своих мыслей, и какое-то глубокое раскапывание, откуда они у меня берутся, и почему они меня вдруг беспокоят. А в бизнес это вы не хотели превратить? Вон, калм, посмотрите, какой огромный бизнес, там чуть-чуть подышал под приложеньку, и вот тебе миллиард. хочу, 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 я же сказал, что я два года делал на эту тему проект, но просто в какой-то момент устал и взял два года перерыв, потому что понял, что мне чего-то внутри не хватает, чтобы его сделать. Максим, мы вот с Пашей прочли и посмотрели, наверное, все доступные в интернете ваши интервью, и ни в одном из них вы не говорите не то, что резкого, но даже просто обидного слова в адрес людей, которые сыграли активную роль в вашем банкротстве. Нет ли там какого-то соглашения, например, которое запрещает вам критиковать или обсуждать участников процесса? Нет, у меня нет соглашения, нет, у меня нет никакого соглашения, просто я благодарен этим людям, и мне, честно говоря, у меня есть некоторые барьеры иногда там публично или лично им сказать эти слова, то есть мне еще нужно над этим работать, а так у меня внутри только благодарность. А вот это интересное место, ты знаешь, я прямо на 99% ему верю, когда он говорит, что ко всем людям, которые сыграли определенную роль в его банкротстве, он относится уже, ну если не позитивно, то по крайней мере с такими хорошими вибрациями, и вся злость уже сгорела, и ее не осталось. Ну да, я тут же спросил и к братьям Малисам тоже, потому что ну так получилось, что сначала воевал один с ним, потом второй получил управление над его холдингом, не знаю, мне кажется, что это все-таки напускной Будда Будхисаттва, вот он так, мне кажется, борется с этим посттравматическим синдромом, я не знаю, но мне кажется, напускной. Ну на 99% поборол. Вы говорили, что 7 лет необходимо для того, чтобы проработать внутренний цикл жизни, осталось два года, это не так долго, есть ли внутренняя готовность для еще одного большого проекта, сравнимого с тем, что вы уже делали? Я надеюсь, что остался еще год, если честно, потому что у меня все это началось в ноябре 14-го, поэтому я надеюсь, что еще год, а посмотрим. Это посмотрим, оно включает возможность возвращения в Россию? Конечно, я всегда остаюсь открыт любым возможностям, конечно, включает. У меня нет никаких планов и намерений это делать, но я просто привык, что возможности приходят, во-первых, случайно, а во-вторых, как бы их проще иногда отпустить и принимать то, что приходит и говорить «да», нежели пытаться что-то планировать. Да, я хочу делать проекты, то есть у меня в принципе потихонечку ко мне возвращается нормальная энергия, и я думаю, что я еще пригожусь. Максим, вот на словах энергия возвращается, еще что-то такое, и все-таки на фоне облацеев мы вас видим по зуму, вот такое впечатление, что с таким настроением нужно делать конечно в Таиланде какой-то стартап, или на Бали, может быть там где-нибудь побольше какой-нибудь Будды есть, рядом с ним что-нибудь, потому что все-таки наверное или вы все-таки середина золотая между хиппи и миллиардером таким предпринимателем? Я середина, дело в том, что на Бали и в Таиланде я там бывал много раз, и мне там скучновато, мне не хватает какой-то такой животной силы, энергии, предпринимательства, каких-то борьбы какой-то, преодоления, мне этого не хватает, и мне там скучно, а в городах типа Москвы и Нью-Йорка мне не хватает Бали и Таиланда, и там слишком жестковато для меня, и мне там энергетика она не моя, мне не нравится, вот, поэтому я где-то посередине, вот Майами кажется неплохим местом тоже для этого, здесь есть и океан, здесь есть и какой-то бизнес, здесь есть, ну и долина, конечно, тоже, то есть и долина, и Майами, вот такие два места, где есть и энергия, и созидание, и творчество, и искусство, и и при этом какая-то такая атмосфера или вибрация, которая мне близки. Мне вот что поразило, я как-то немножечко менжевался задавать этот вопрос, потому что он такой всепрощенец, такой гуд вайп, всем благодарен, но при этом он же предприниматель, это же некая жесткость, и когда я спросил, он все-таки хиппи или делец, он сказал, что он все-таки сидит на половину, то есть в Таиланде на Бали ему скучно, а в Нью-Йорке суетно. Ну, ты знаешь, он может быть и хиппи, но я подозреваю, что лицензия частного охранника, она регулярно продляется, и в тир человек продолжает ходить. Спасибо, Максим. Не уверен, что нам с Павлом удалось задать какие-то совершенно оригинальные вопросы, но я сегодня услышал от вас совершенно оригинальные ответы с интересными вещами, на которые лично мне хочется поразмыслить. Друзья, мы прощаемся с вами, это был канал 1SB3 для бизнеса, шоу Первый миллион, Денис Самсонов, Павел Кушлев и Максим Ногатков, живьем из Майами. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok